Джимми Хендрикс говорил, говорил про Джимми Хендрикса. Не могу наговориться никак, потому что рок 60-х люблю. Впрочем, также как и рок 70-х, а рок 80-х вообще обожаю. Про 90-е говорить нечего, там что ни группа, то прелесть. 2000-е это просто сказка, это такое количество новой музыки, что опять-таки повторюсь, не в сказке сказать, не в первом описать. Но 60-е это все-таки Хендрикс. Первый альбом я уже показывал. Если кто не видел, посмотрите в плейлистах, он там есть в полном объеме. И Паппл Хейз, который начинается сразу, разрывая грудную клетку этим... Другие ноты. Это абсолютно не важно, потому что я не могу передать всю красоту музыке Хендрикса. А красота заключается отчасти еще и в использовании гитары Fender Stratocaster. Я прочитал много комментариев, в которых люди пишут, что вот я, Fender Stratocaster, мой любимый инструмент, разделю это мнение. А знаете ли вы... Наверное, знаете. Наверное, если гитара Fender Stratocaster ваш любимый инструмент, наверное, вы читаете гитарные всякие сайты, всякие издания, всякие блоги, формы и так далее. Но для тех, кто не знает, скажу, что Fender Stratocaster на тот момент времени, во второй половине 60-х, а именно в 66-67 годах, утратил свою популярность. По крайней мере, в Америке. Абсолютно. Стал немодным. Эта гитара вышла из моды, и музыканты предпочитали играть на других инструментах. А вот Джимми Хендрикс взял этот инструмент и сделал его мега популярным. Именно благодаря Хендриксу Fender Stratocaster стал топовым инструментом для рок-гитаристов и для того же, любимого всеми Дэвида Гилмора, и для Ричи Блэкмора, и для многих-многих других, за исключением Джимми Пейджа, пожалуй, что. Хотя Хендрикс играл и на Гибсонах, есть масса фотографий Flying Arrow Гибсон и Гибсон Лэспол перевёрнутый тоже. Но белый Fender Stratocaster — это его фирменное блюдо. Блюдо для наших ушей. Вот это стекло фендеровское, которое невозможно ни на одной другой гитаре изобразить. Вот этот фендеровский звук — стеклянный, такой режущий и прозрачный, и одновременно круглый. Уникальное совершенно звучание. При этом Хендрикс же был лепшой, как вы знаете все, да? И он играл на гитаре, перевернув её. Тогда то ли не делали леворуких гитар, то ли просто это было дорого, неудобно было покупать. Он покупал обычные гитары, переворачивал их и переставлял струны. Соответственно, длина струн менялась, потому что вы знаете, как крепятся струны, да? На длинной головке. Шестая, пятая, четвёртая и до первой. То есть первая получается самая длинная. А в перевёрнутом виде первая получается самая короткая. Соответственно, натяжение побольше, если струна короткая. А шестая, самая толстая, получается самый длинный, да? И помягче выходит. И бенды, то есть подтяжки на первой струне, на второй, на третьей, также делать немножко тяжелее, чем на гитаре не перевёрнутой. Поэтому Хендрикс опускал строй на полтона и всё, что он записывал, ну, в большинстве своём, всё звучит на полтона ниже. Имейте это в виду, когда будете со слуха снимать. На полтона можно сразу гитару опускать. Кроме того, датчики расположены... Два расположены параллельно, да? Друг другу. А один, который у струнодержателя, он немножко расположен под углом. Когда гитару переворачиваешь, угол получается другой. И звук, который этот датчик снимает, тоже немножко от этого меняется. Вот эта маленькая-маленькая такая фишечка, она тоже играет на звук. Ну, это всё технические такие сложности. Не всем это интересно, не всем это и нужно, на самом деле. Даже гитаристам не всем это нужно, потому что все играют по-разному, в разной манере. Совершенно не обязательно пытаться снимать звук Джимми Хендрикса. Всё равно, во-первых, не получится. А во-вторых, надо ли это делать, раз у нас есть вот эти волшебные совершенно пластинки. И Папа Хейс, «Маник Депрэшн» чудеснейшая песня с... Он так играл с размерами, на самом деле. Так играл с ритмической основой, что Майлз Дэвис его приглашал на совместную работу. Поскольку Джимми Хендрикс... Для него не существовало понятия конкретная форма произведения. Он с формой работал как хотел, как угодно. Так же, как Майлз Дэвис с гармонией, с мелодией. И, может быть, на этом они и сошлись. Именно на свободе. Свобода не означает фальшивую игру, не означает игру просто так, какую хочу, такую играю. А свобода от закрепощенных, закостеневших форм... В результате получается новая форма, название которой нет. И стиль музыки Джимми Хендрикса я не могу обозначить никак. Потому что тут тебе и тяжелый рок, и хард-рок, и блюз в полном объеме, и фанк, и соул, и чего только нет. И баллады, и... И все это вместе, сразу. Все это звучит одновременно. Поэтому как назвать этот стиль? Никак. Не знаю. Это стиль Джимми Хендрикса. Ну, первый альбом, как я говорил, уже практически почти весь состоит из бронебойных хитов. Тут и Хейт Джой, и Павел Хейс, и Файя. The Wind Cries Mary. Чудесная лирическая песня. Психоделический номер Third Stone from the Sun. Просто полет сознания. Очень красивый. Foxy Lady. Жесткая рубилово-гитарная. Для тех, кто любит... I've Experienced. Гимн психоделического рока 60-х годов. Один из... Ну, и те песни, которые разнятся на американском английском издании. Stone Free. С флажолета начинающаяся. И дальше просто... Идет гонка бешеная. Просто бешеная гонка с адской ритм-гитарой, с барабанами. Единственная песня, которая мне здесь не нравится, это 51-я годовщина. Вот... Не знаю, что-то она меня не цепляет совершенно. Ну, и Highway Child. Всем известное полотно. Can you see me? Очень хорошая. Взрывная просто вещь с голосовой мелодией. Такой простой, но сразу разрывающей душу. Remember. Очень хорошенькая штучка. И Red House, про который я уже говорил. Удивительный блюз, который он перезаписал в 1969 году. Потом я про него поговорю еще. И второй альбом появился в том же 1967 году, в декабре. После первого альбома группа уехала в тур по Англии. Насколько я помню, по-моему, никуда они больше не заезжали. Играли, между прочим, вместе с Pink Floyd, с Сидом Барреттом. И Джимми Хендрикс джимовал даже с Сидом Барреттом. Называл его Смеющийся Сид. Они не то чтобы дружили, но они были в очень хороших отношениях. Как два гитариста, владеющих музыкой по полной схеме. Понимающих, что такое музыка. И игнорирующих всякие советы всяких посторонних дядь. В этом смысле их можно назвать панк-рокерами. Потому что я говорил, что такое панк-рок по определению Бориса Борисовича Гребенщикова. Это то, когда ты делаешь то, что хочешь, а не то, что хочет какой-то дядя. Хотя Част Чендлер из группы Animals, который Хендрикс и выпистывал, и вывез в Лондон, очень усердно опекал Джимми Хендриксона. Опекал по-хорошему. Приносил ему научно-фантастические романы. Следил за процессом звукозаписи. Давал советы как опытный музыкант. И опытный студийный уже музыкант. Не только концертный. И очень сильно ему помогал. Никогда не мешал. И заслуга Часта Чендлера здесь очень велика. Но, тем не менее, второй альбом. Axis Boltas Love. Который, как я читал в комментариях, некоторые люди не понимают, не врубаются. Пишут до сих пор в него. А тут врубаться нечего. Надо просто слушать. Ну, эта книжечка красивая в переиздании. В Axis. Тут просто слушать, расслабляться. Музыку вообще не надо понимать. Она не для того, чтобы ее понимать. Надо для того, чтобы получать удовольствие. Или не получать удовольствие. Это кому как нравится. Это уже, конечно, штука... Не скажу, что она на порядок выше, на порядок лучше. Потому что первый альбом... Он... Он... Он все сказал о Хендриксе. Он сказал, что это новая музыка. Это новое звучание. Это... Возможности электрической гитары, которые не были раскрыты до момента записи этого альбома. И я не скажу, что эта классинка на порядок лучше. Или на порядок, там, интересней. Нет. Она... Просто немножко другая. Здесь нет таких... Да простят меня любители Хендрикса. Нет таких бронебойных хитов. В хорошем смысле этого дела... Этого... Этого слова попсовых. Как Hey Joe. Как Purple Haze. Как Foxy Lady. Таких вот радио синглов мощнейших здесь нет. Зато здесь такая сложная музыка. Такая навороченная. Так ее много в каждой песне. Музыки, я имею ввиду. Что это можно назвать хоть арт-роком. Хоть прогрессив-роком. Как угодно. Ну, начало. Это такая шуточка. Маленькое интервью. Как бы радиоинтервью. В котором гостя, которого зовут... Пол... Я забыл, как его зовут. Пол Каруза. Радиоведущий спрашивает. Что вы можете сказать о летающих тарелках? И Пол Каруза голосом Хендрикса отвечает. Ну, вы знаете, ведь... Вы все наверняка понимаете, что нельзя верить тому, что вы слышите. Верить тому, что вы видите. А сейчас у меня очень... Мое время закончилось. Я пошел по своим делам. С этого начинается альбом. И потом уже понеслась Up From The Skies. Сразу музыка, которой не было никогда. Я не могу назвать стиль этой музыки. Хотя... Ближе всего, наверное, к джазу. Ближе всего, наверное, к джазу. И... Митч Митчелл здесь играет с щеточками. Такой... Один критик назвал это Hard Bob. Ну, вряд ли это Hard Bob. Но джазовая манера очень... Просто слышна. То есть это как бы джаз. Но это Джимми Хендрикс. И это рок. И все это с гитарой, с вау-эффектом. Гитара звучит и как орган одновременно. В функции клавиш исполняет. И гитара, и все что угодно. И вообще на этом альбоме, когда я его слушаю, я забываю, что здесь играет гитара электрическая. Вот я забываю про это. Это высочайшее достижение, когда ты перестаешь видеть гитариста. Перестаешь видеть пальцы, видеть струны. А слушаешь только музыку, только звук. И не важно совершенно откуда он идет. От гитары он идет, от клавиш идет, от барабанов. Абсолютно не важно. Потому что ты слушаешь чистый звук. Ну, я во всяком случае так воспринимаю. Все понятно. Хендрикс гитарист. Да, это... Это не новость. Как бы. Но здесь, особенно в Up from the skies, я забываю, что это звучит гитара. Потому что она так... Она издает такие звуки, такая функция у нее, что... Ну, неважно. Гитара, не гитара. Crybaby, там не Crybaby. Реверберация, не реверберация. Забываешь обо всех примочках, обо всех эффектах. О струнах. О том, что перевернута гитара, не перевернута. Какая разница? Мы слушаем звук. Spanish Castle Magic. Рубилова, как сказал один молодой человек, Рубалова в Бруклине. Вот такое чистое Рубалова в Бруклине. Песня посвящена, кстати, джаз-клубу. Не какому-то таинственному замку Spanish Castle Magic, а джазовому клубу. Одному из, в которые ходил Джимми Хендрикс. Тяжелая песня, меняющаяся, сломающимся ритмом со стоп-таймами. То есть форма пошла к черту. Формы не существует. Существует только музыка, родившаяся в голове, в сердце Хендрикса. И я совершенно не понимаю, как он объяснял музыкантам, что им нужно играть. Мне это непонятно. Как вот эти партии все так вот сопоставить и с бэк-вокалами, и с партиями бас-гитары чудовищными. В хорошем смысле, которые Noel Redding здесь играет. Мне непонятно. Wait until tomorrow. Одна из любимых моих песен, наверное. Ну и, в общем, здесь все, все хорошо. Ain't no telling. Little Wing. Классический номер, который переиграли все, наверное, приличные гитаристы электрические. If Six Was Nine. Опять-таки, вроде такой хард-блюз. Тяжелый блюз-рок. Где-то местами похожий на Крим. Где-то местами похожий на то, что будут играть Led Zeppelin когда-нибудь, потом. Но все по-другому. Все настолько тяжело и настолько, вместе тем, проникновенно. С неожиданной остановкой, с длинной паузой. Которая говорит о том, что песня закончилась, а она не закончилась. Пошло соло. Пошла музыка. Пошла психоделическая такая история. И потом возвращение в песню. Опять возвращение в текст. Очень странная песня She So Fine. Какой-то такой биг-бит. Причем биг-бит. Такой американский. Сан-Франциско. Ну, это неважно. You Got Me Floating. Опять-таки, на разрыв. Просто непонятно, в каком стиле сделана песня. Castle's Made Of Sand. Прекрасная лирика. Почти акустическая песня, но электрическая при этом. Little Miss Lava и Boltazlav. Последняя песня. Еще один гимн тяжелого психоделического рока. Джимми Хендрикс. Axis Bold As Love. На этом незаконченная история. Потому что я пойду выпью за Хендрикса и за эту пластинку. Потом продолжу. Пока.